Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает Лапа Дом. И сегодня речь пойдет о повести, посвященной подросткам. Точнее, о своеобразной исповеди, которую нам рассказывает девочка Саша. Ей 16 и зовут ее Никто. Вот так вот, по-гомеровски, вы же помните прекрасный эпизод с Одиссеем и Полифемом, да? Я надеюсь. Вот. Она называет себя, даже не подозревая, как много всего скрытого можно вложить в эту кличку, в это прозвище. Их всех так зовут. У нее есть прекрасный совершенно приятель Будда, есть Спринга, есть Каша, есть Чепчик, есть Джим. Это нормально. Дело не в этом. Дело в том, что если вас уже в самом начале раздражают эти детали, и вам кажется, что что-то не то, лучше не читайте, уважаемые взрослые читатели. Потому что на самом деле текст Александра Зайцевой, он очень милосерден ко взрослому читателю. Это не взрослые Янг и Даут вещи Жволевского и Пастерна, которые я очень люблю, где реально больно и неприятно иногда читать, потому что ты видишь себя со стороны. Видишь себя не в лучшем свете. Видишь себя не просто глазами подростка, а видишь себя со вскрытыми мотивами и с представленными на всеобщее обозрение своей собственной недальновидностью, корыстностью. В общем, довольно жалкое зрелище. Это довольно сложно пережить, но это очень полезное впечатление, читательское, предназначенное для взрослых читателей. Вот у Александра Зайцевой тоже удались такие моменты, я о них скажу в конце. Но в целом повесть будет игровой, прекрасной, по-моему, историей, которую с удовольствием могут прочитать многие современные подростки лет 14. Почему? Потому что, во-первых, это история любви. История первой любви – это всегда важный опыт. Об этом очень трудно писать. Не потому что это про любовь, это как раз ерунда, а потому что здесь ключевое слово первое. А первое знаете, что подразумевает? Это значит, что не последнее. И вот эта простая истина, которая как кинжал втыкается нам с вами в сердце, это очень сложно, ее сложно пережить. И сложно вообще понять, как это может быть. Потому что человек в определенном возрасте живет здесь и сейчас, и только здесь и сейчас. И он не может ни представить, ни вообразить, что когда-нибудь он отвлечется от этих чувств и эмоций, и он поймет, что значит на самом деле словосочетание «Первая любовь». И почему она первая, и за ней воспоследуют все остальные, если, конечно, судьба будет благосклонной, если сердце ваше будет открыто и душа богата на чувства, и тогда жизнь вот в этом, в эмоциональном плане состоится, как говорят психологи. Вот. И, конечно, вы уже поняли, что Саша, она же никто, она никто только потому, что она для Будды никто. Это большая такая драма, которая происходит. Будда чуть постарше. Его родители уехали к чертову на рога, простите меня, пожалуйста, в Нигерию они уехали. Но это не важно. Они там, врачи без границ, это все благородное и так далее. Факт есть факт. У него есть совершенно свободная жизнь. За ним присматривает, конечно, бабушка, ее неласково зовут бабкой. Человек довольно ограниченный в своих суждениях, скажем так. И не очень хорошо ладящий, как с самим Буддой, так и с подростками. Ну, а они все, значит, благосклонно принимают ее заботу. То есть, она там присматривает, прибирается, готовит еду. Вот. Они так, знаете ли, съедают все это, да. Вот. Так уж и быть. Вот. А она в ответ, соответственно, называет их разными интересными словами. Нет, матов в книге нет. У бабка там вполне в пределах, в пределах. Вот. Очень хорошо выписана вся компания. И то, что вот эта метафора шара, в котором, как в стеклянном шаре, в сувенире с снежинками, которые кружатся в бесконечном танце, заключена в определенный момент, как в непреодолимом таком, в изоляции этого всего остального мира, в пузыре таком своеобразном, заключена душа Саши, никто, девочки по имени никто. Значит, это очень здорово выписано. Ты это чувствуешь. Ты вспоминаешь, каков ты сам был в этом возрасте. И ты понимаешь, что это действительно больно. И то, что подростки развлекаются как-то не так с точки зрения взрослых. Танцуют они там на крыше. Не бойтесь, никто никуда не хочет спрыгнуть. О чем вы говорите? Просто действительно, кто хоть раз ночью на крыше, в большом городе, на крыше здания романтически гулял или там любовался пейзажем, тот понимает, насколько это располагающее к открытости, к эмоциям, к какому-то такому вдохновению места. Там хорошо медитировать, там хорошо на этюды, на пуэнер выходить, там хорошо читать книжки, там хорошо сидеть выпивать с друзьями, потому что это действительно такое романтичное место. Но как вы понимаете, первое, что сделают взрослые, когда узнают о том, что кто-то танцует где-то на крыше, они там не под громкую музыку танцуют, они там у всех наушники, как это сейчас у нас уже благодаря технологии у всех. Еще лет 20 назад это было бы именно ключевым моментом конфликта, да, потому что главным признаком ситуации, потому что громкая музыка, а сейчас все в наушниках. Фактически этот танец это странные, изломанные силуэты, сложный ритмический рисунок, движения, которые вызывают о терапии, страху взрослого, который наблюдает это вот жуткое зрелище, да, а для них это всплеск внутреннего мира, это вот эмоции, выходящие таким образом наружу. Очень интересно описано и очень достоверно выглядит. В остальном это портрет определенного психотипа, портрет подростка, необычайно реалистичный, необычайно убедительный, потому что когда вот они собираются возле памятника, ну естественно места тут, ну вот кучковались у коня, простите меня, у памятника батюшку, просто он изваян вместе с конем, таким вот, и конь такой большой, а батюшка такой скромный рядом стоит, что иначе как у коня никто вогде это место и не называет, вот. Все ходят к коню, вот, да простит нас поэт, ну простил я думаю. Так вот, они собираются с тобой у памятника тусоваться, это такая система, нет, это не классическое хиповское общество, не думайте, что мы возвращаемся назад в 60-70-е и нам будут описывать систему, это специальный термин сленговый, который описывает взаимоотношения и психологический климат, который, значит, существовал. Нет, 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 вот как раз автор этим не занимается. Это просто портрет современного подростка, который, естественно, унаследовал многие символы и многие девизы этой эпохи, многие лозунги, вот. Иногда это с предельной откровенностью высказано, например, на странице 38, это просто классический просто образец, можно цитировать в учебниках психологии, да, я процитирую вам обязательно. И так они собираются и поют песни. А какие песни, вот, например? Вот сказано с предельной художественной точностью. Песни все, ну там маленькая девочка со взглядом волчицы, кто помнит, хотя некоторые названия могут вам ничего и не сказать, если вы их никогда не слушали, но это песни, все песни, от которых так хочется тяжело вздыхать. Вот это гениальное определение, потому что на самом деле главная героиня очень хорошо описывает и свою жизнь, и ситуативно то, что происходит с ней, и с друзьями, и то, что у нее на душе. Например, говоря о своей семье, она укладывает всю историю своей семьи и своих родителей в одну фразу. Отец у меня начальник, а мать грустная женщина. И потом, когда тебе немножечко все-таки распространяют эту информацию, ты понимаешь, что лучше не сказать. Действительно, полный дисбаланс доходов, то есть мать занимается там вот этим пилингом, шоппингом, вот этим вот всем, вот, потому что, естественно, под рюмочку Мартини плачется подругам в жилетку о том, как ей тяжело и так далее. Отец большой начальник, ему некогда, ему некогда. Он неплохой человек, он старается что-то с эмоциональной точки зрения, с душевной точки зрения и для жены сделать, и как-то нормальные отношения поддерживать, и с дочерью как-то по-человечески общаться. Но получается настолько неказисто, потому что, дорогой мой, ты 10% того, что должен был вложить, в это вкладываешь, а все остальное, это вот он начальничек, он зарабатывает деньги, на него есть важные, более важные дела, чем собственная дочь в жизни. Вот, а извините меня, в 16 лет уже поздно некоторые вещи предпринимать, поздно строить из себя друга закадычного, поздно вызывать на откровенность подростка, да, вот, и это со всей очевидностью вслед за героиней понимает читатель. То есть это своеобразная вот очень талантливая рассказанная нам история. Ну и, наконец, то, что я обещал. Это для чего эта книга будет полезна взрослому читателю? Во-первых, здесь показаны причины. Часто мы судим подростков по следствиям, по тому, как они говорят, какие фразочки кидают, с какой интонацией они все это нам высказывают, да, так далее. А причины очень простые и понятные. Вот семью главной героини я вам представил. Хотелось бы вам провести детство в такой семье? Я думаю, не очень. И неважно, сопьется ее мать или родители разведутся, или все у них кончится более-менее нормально, прилично, да, как это говорится с особым цинизмом и ханжеством обычно при пересказе таких историй из жизни там знакомых и знакомых-знакомых. Вот. Ну, то есть как-то перебесится немножко, успокоится, она потом уйдет учиться, вот, а они там будут доживать в относительном мире между собой. Вот. Понимаете, да? Но там везде закопаны топоры войны. В каждом шкафу скелеты. У каждого из героев, которые я обозначил кличками вначале, все очень прозрачно. Причины есть у происходящего. И Будда тоже беспризорник тот еще. А невольный, у которого есть хата свободная, который, значит, живет там, соответственно, как ему хочется, и у него поэтому и личная жизнь складывается, в отличие от всего. Именно поэтому подростков и тянет в странные места и к людям с необычным, девиантным иногда поведением. Это причина конкретная, очень веская обаяние Тим Саныча. Тим Саныч не просто так в этом тексте взялся. Это тоже своего рода символ. А символ того, потому что дома-то все понятно. Но взрослые никогда себе не признаются в том, что есть конкретные причины и нервных срывов, и у поведения подростков, помимо вот этого вот гормонального шторма, который происходит. И уж сам подросток точно в этом не признается. Хотя, вы знаете, с одной стороны она говорит это искренне, нам рассказывает. А с другой стороны, вот послушайте, мы то презираем Кашину покорность, это вот Каша, один из приятелей ее, то чувствуем себя глупой шкалотой рядом с ним. Но по большому счету все равно, это его заботы, а у нас великое будущее. Мы люди нового тысячелетия. Это что-нибудь дозначит. Не просто следующего века, а тысячелетия, которые уже на подходе. Избранное поколение. Правда, мы ничего не умеем и даже не представляем, что именно нужно уметь. Но это не важно. Все устроится само собой. Раз и благодарное человечество готово целовать наши ноги. А пока мы, нам не принадлежит весь мир, довольствуемся самим городом. И плевать, что он не золотой под небом голубым. Главное, что не тесно. Это квинтэссенция вот этих вот радужных взглядов, которые вызваны зачастую чистой физиологией. Но это действительно ощущение, которое доведено до... Вот это так сформулировано, что мы новое поколение, что будущее, что тысячелетие наступает. Так сформулировано, что доходит до самопародии. Но это искренние слова. Они действительно так чувствуют. Человеку, который немножко пожил, повидал и что-то там поделал в этой жизни, уже так не сказать. И не почувствовать этого. И в этом огромная заслуга Александра Зайцева. Потому что кончится все неплохо. История-то она не трагичная. История, она такая, какая есть. Вот как это происходит у большинства подростков, как происходит в очень-очень многих жизнях. Но! Но! Прочитав эту книгу, юный читатель, як мне кажется, мне кажется, имеет возможность не только на себя со стороны посмотреть, но и еще понять, как это в мире уживаются. Вот то, что сказано было сейчас, процитировано. С тем, что есть на самом деле. Что их реально ждет, всех этих ребят. А у них очень разные судьбы. И мы можем об этом догадаться. Хотя автор специально нам не прорисовывает вот эти вот перспективы. Ну, чтобы не надоедать своей навязчивостью. И так все ясно. Для тех, кто уже шагнул в будущее. А для сверстников-героев, ну что ж, это очень важные жизненные уроки. И в том числе, конечно, это воспитание чувств в классическом старинном понимании 18 века. Потому что чувства – это та штука, которая владеет нами, а потом мы учимся ими владеть и понимаем, что с их помощью мы можем действительно стать счастливыми. Что ж, а Будда – он Будда. Он где-то совершенно там далеко недоступен. Это отдельная тема, которой, собственно, можно посвятить и не одну повесть. Вот такая вот девочка в шаре, которой все ни по чем. Прекрасная подростковая проза. Спасибо за внимание.